Удержать цены на социально значимые продукты питания на одном уровне темиртавские чиновники пытаются уже давно. Когда это получается, когда нет. Одним из основных рычагов сдерживания являются еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. По данным отдела предпринимательства, лишь начало года в городе проведено 16 ярмарок, на которых реализовано порядка 80 тонн плода овощной и мясной продукции, но общую сумму более 37 миллионов тенге. Как правило, ярмарочные цены значительно ниже магазинных, в среднем на 15%. Проведенный нами анализ показывает, что социально значимый продукт питания позволяет увидеть значительную разницу между средней ценой в торговых точках и на ярмарках. Например, картофель на ярмарке составляет 45 тенге за килограмм. Средняя цена в магазинах 61,1 тенге за килограмм. Средняя цена за килограмм мяса и говядины в магазинах 1300, на ярмарке 1100. Если для проведения ярмарок цены на продукцию заранее оговариваются с производителями, то в супермаркетах и магазинах удержать стоимость товаров на одном уровне практически невозможно. По словам предпринимателей, здесь все зависит от поставщиков и от той цены, которую они укажут. Чтобы дать тимирталцам возможность закупать продукты по низкой стоимости, в городе активно открывают социальные павильоны, напрямую работающие с товаропроизводителями и от того имеющие более выгодные цены. На сегодняшний день в городе Тимиртал действует 24 социальных павильона, где реализуется продукция, цены на которых ниже средневыночных на 15-20%. Еженедельно проводится мониторинг цен, а также принимается жалоба по необоснованному росту цены. Жалобы на социальные павильоны есть и у главы города. По словам Галыма Ашимова, пока одни предприниматели добросовестно продают овощи и фрукты по сниженным ценам, другие намеренно завышают стоимость продукции. Аким Тимиртал дал поручение подчиненным разобраться с недобросовестными владельцами павильонов. А также искать новые подходы к сдерживанию цен. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой. Новости Тимиртау.